Итак, компания наша занимается оказанием юридических услуг, специализируемся мы на решении проблем с кредитами и физических лиц. То есть наши клиенты это заемщики, которые на данный момент не могут платить по своим кредитам в полном объеме, так как платили раньше. Ситуации бывают разные, были с работы, заработная плата стала меньше. В чем суд наших клиентов? Это те люди, которые платили, все у них было хорошо, но что-то в жизни пошло не так, и они рады бы платить, но не в таком большом объеме. Как это не в таком большом объеме? Ну допустим, клиент у нас приблизительно из жизни ситуация, да, приходит обычный человек, берет кредит в банке, либо в микрофинансовой организации. Какой ему платеж означает? Равный заработной плате, либо чуть-чуть меньше, так? По законодательству любой клиент не может платить более 50% от своей официальной заработной платы. В связи с этим ситуации бывают разные у клиента, то есть там заработная плата стала меньше, как я уже сказала, потеряли работу, либо там кто-то в семье заболел, необходимо там дорогостоящее лечение, операции и все тому подобное. То есть у него, разумеется, доход остался такой же, а расходы резко увеличились, либо расходы остались такими же, а доход уменьшился. Понятно. И они хотят платить, но не в таком большом объеме. Понятно, да, с этим? Понятно, абсолютно. Отлично. Так, как мы помогаем клиентам? Непосредственно у нас есть две программы, которые мы максимально предоставляем. Первая – это банкротство физических лиц. Может быть, слышали, в 2015 году был? Да, слышал. Отлично. Здесь эта программа у нас стоит 30 тысяч рублей, активная работа с клиентом у нас длится 2 месяца. То есть на 2 месяца мы делим этот платеж по 15 тысяч рублей в месяц, клиент будет платить нам в компании для решения своей проблемы. Также этот платеж 15 мы разделяем еще на 2, чтобы клиенту было как можно более удобно платить и как можно более удобно следить за нашей работой. Наши клиенты – это те люди, у которых уже пошли просрочки по кредитам. А, понятно. То есть мы в связи с этим обосновываем, пишем исковое заявление в суд, ну, помимо этого, это наш завершающий этап, да, пишем заявление исковое в суд, где мы обосновываем тяжелое потеряное положение нашего клиента. То есть он хочет платить, но не может. Разумеется, смысл клиенту платить по 30-40 тысяч рублей в банк, неизвестно сколько, или же он нам заплатит 30 и решит свои проблемы. Ну да. Нет, это, конечно, это логично, но я, насколько знаю, у банкротства есть отягощающие факторы, да, негативные. Есть, конечно. Но мы, кстати, не всем клиентам это предлагаем. Это не единственная программа, которую мы предоставляем. Понятно. Абсолютно. Под эту программу у нас действительно мало клиентов подходит, но они есть. В этой программе мы, опять-таки, чем занимаемся? Это консультирование клиентов по любым вопросам, которые у него возникнут по своему делу. То есть уже непосредственно наш профессиональный юрист будет заниматься этим делом. Будут подготавливаться необходимые юридические документы. То есть жалобы, исковые заявления, претензии, абсолютно все. Отзывы и все тому подобное. То есть он готовит документы, отправляет нашему клиенту, далее клиент это распечатывает, подписывает и отправляет в инстанцию, куда мы ему скажем. Также, как я уже сказала, мы готовим исковое заявление в суд. Мы защищаем клиента от звонков коллекторских агентств, самого клиента и третьих лиц клиента. То есть добиваемся того, чтобы их максимально не трогали. Кого мы на данный момент ищем? На данный момент мы в поисках менеджера по продажам, который будет работать с входящим потоком клиентов. Откуда у нас берется входящий поток клиентов? Посредством интернет-рекламы у нас есть сайт, куда заходят клиенты и оставляют заявку о помощи. Далее эта заявка переходит к нам в офис. В заявке указаны только фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронная почта. Больше мы от клиента ничего не знаем. Задача менеджера это перезвонить по этой заявке, познакомиться с клиентом, пообщаться с ним, задать ему ряд вопросов, чтобы понять его ситуацию. Понять, сможем ли мы ему помочь, под какую услугу он будет подходить. В общем, всю ситуацию клиента узнать. Разумеется, узнать, записать и предложить ему услугу, под которую он будет подходить. То есть, ну, грубо говоря, это такой холодный звонок? Ну, грубо говоря, да, только вы не каждому попавшемуся звоните, а только тем, которые оставили заявку. А скажите, вообще сколько у вас заявок оставляют в среднем в день? Сколько таких звонков нужно в день совершить? Смотрите, в день у нас норма для менеджеров это 100 звонков, но не именно разговоров, а 100 попыток позвонить. Здесь также новая база и старая база, то есть кто там попросил перезвонить, назначил время, либо еще что-то. Но в среднем у нас в день бывает на менеджера, ну, когда по 5, когда по 7, плюс-минус, 2-3 в день. По 5, по 7 что? Это заявок. А, понятно. То есть, грубо говоря, новых заявок 5-7 и 95-93 заявки это непосредственно со старой базы. Ну, либо со старой, либо те, которые там вчера, позавчера, они взяли трубку, вы им разгоняться будете перезванивать. То есть, 100 звонков. Так, по должностным обязанностям понятно? Да, абсолютно. Отлично. Заработная плата у нас окладно-премиальная часть, окладная часть это 15 тысяч рублей. Премиальная, как я уже сказала, зависит по тем клиентам, которые оплачивают первый этап работы. То есть, первые 15 тысяч, значит, 2 платежа по 7 500. Хорошо. С первого по пятого клиента у вас будет по 1500 рублей за каждого. С шестого по десятого клиента по 2500 рублей за каждого. И при этом перерасчет будет идти с самого первого. Что значит перерасчет будет идти с самого первого? Ну, допустим, как я сказала, с первого по пятого это по 1500 рублей. С шестого клиента по десятого клиента по 2500 рублей. То есть, допустим, у вас те же самые 8 клиентов. у вас будет с первого по восьмой все абсолютно по две с половиной а то есть если я дошел уже до шестого то и те первые пять тоже до перешет все понятно клиент у вас будет по три тысячи рублей и также перерасчет с самого первого минимальный план для менеджера этот план который у нас выполняет любой менеджер в месяц это восемь клиентов что в заработной плате это тридцать пять тысяч рублей это тот минимум который у нас проходит любой менеджер разумеется не в первый месяц так как пока период адаптации пока то пока все со второго с третьего месяца это уже реально делать но у нас было так что в первый месяц у нас приходят люди которые делают сразу по 6 сделок с учетом что там рабочих дней дней десять даже так вундеркинды такие да бывают такие супер продавцы по 11 по 12 по 14 сделок то есть как бы это спокойно разумеется от вас только желание зарабатывать ну конечно желание зарабатывать это в любой компании сейчас это самый главный девиз да по моему у всех все зависит от вас оформление соответствии с трудовым законодательством все что предполагает кодовый кодекс все мы предоставляем отпуска учебные отпуска больничные разумеется с вас оправдательный документ то есть больничный значит необходимо там поехать какие-то свои дела вопросы трудности проблемы его все понимаем и все люди у всех все случается поэтому либо заявление на отбол либо на отпуск за свой счет и к вам никаких претензий нет отлично так оформление так запись трудовую книжку трудовой договор все по законодательству с этим все ясно график работы с понедельника по пятницу с 9 до 6 суббота воскресенья выходные все государственные праздники также выходные работаем строго по производственному календарю стажировка у нас компании имеется максимальный срок стажировки это две недели критерий прохождения стажировки это один заключенный договор с клиентом то есть клиент должен оплатить первые 7 500 чтобы начали по нему работать как только клиент оплачивает вы сдаете аттестацию руководителю отдела в аттестацию будет входить только то что вам понадобится для работы как только вы сдаете аттестацию вы приносите приходите с документами мы вас оформляем днем когда вы приступали к стажировке то есть тем самым это задним числом вы в заработной плате ничего терять не будете и стажировка у вас будет оплачиваться так как окладная часть у вас будет идти перерасчет с первого дня отлично сказать а если я вдруг ну по каким-то обстоятельствам знаете может быть в течение двух недель не смог привлечь первого клиента там мне не хватило одного дня одного часа одной минуты ну и так далее то если вы допустим по теоретической части будете все идеально знать но бывает такое да что с клиентом как-то не получилось то в таком случае мы продлеваем стажировку на усмотрение руководителя понятно то есть если видите если это будет не бессмысленно то продлеваем все ясно то есть понятно две недели в принципе не такой большой шок если все-таки не получается то да просто прощаемся если на в течение стажировки клиента не получилось привлечь и мы прощаемся то за стажировку не оплачивается оплачиваем только при заключении трудового но на самом-то деле текучка у нас небольшая но есть менеджеры которые у нас по полтора года работали по два года по полгода но сейчас самодолго у нас полгода парничка работает парничка полгода всего работает а то есть и остальные это уже более новые да ну то есть у вас есть текучка не я не говорю мне везде по сути ну это абсолютно любой компании не в магазинах конечно абсолютно любой компании хоть и там малая компания по средней она везде будет понятно не ну это интересно просто я сейчас на рынке труда этом на него вышел вот неделю и просто интересно послушать о том что происходит потому что ваше инсайдерское такое видение мнение работаю довольно таки не то чтобы долго но немало уже времени в принципе уже наверное увидела разную текучку и как это и что и изучала много и читала и смотрела обучалась но очень много везде и было даже на что-то тоже было связано какой-то тренинг по подбору персонала узнавали между собой сидели час специалисты по подбору персонала менеджера сидели обсуждали то у кого какая текучка по менеджерам по продажам все абсолютно сказали что у всех нет ни одной компании где текучки не было а вот скажите вот ну такой тоже вопрос если вы можете ответить то это будет отлично вот человек который прошел несколько компаний допустим поработал в одной компании два месяца или три месяца в другой компании три месяца все менеджер по продажам в конечном итоге он приходит к вам вы открываете его трудовую книжку открываете его резюме видите что он долго не задерживался да прыгал с места на место вот лично вы как эйчар как к этому отнесетесь скептически на самом-то деле да да потому что любой я понимаю что это менеджер по продажам но для менеджера по продажам он должен хотя бы не меньше трех месяцев посидеть на одном месте работы не меньше трех тогда он считается еще хоть как-то нормальным менеджером если это меньше значит дело в человеке а вот так да значит он не может найти найти себя найти может быть свое место в этом коллективе может какой-то конфликт был в коллективе то есть это уже нужно присматриваться именно к человеку понятно ну или а или может быть ему череда знаете таких нехороших работодателей попалась ну написать там я не запу занимался тяньши допустим а вы считаете да любому работодателю можно найти с любым работодателем можно найти общий язык дело только в человеке его восприятие ну да не ну просто если работодатель допустим не платит знаете вот у нас был у нас был такой связи с этим я вас спрашивала какая у вас причина смены работы ну да но у нас знаете как у нас был такой случай в соседнем магазине а значит просто директор поехал в казино ну и у него тоже бывают разные сотрудники тоже бывают разные поэтому в связи с этим необходимо да смотрим трудовую книжку уже поздно в связи с тем что когда уже оформляться когда он выходит на стажировку узнаем почему какие именно были претензии к тому работодателю допустим если это действительно было дело в работодателе то ну ладно можно там сделать какое-то снисхождение на то что он месяца два там поработал а если именно в человеке тогда будет уже заметно